Сегодня я хотела поговорить с вами о двух вещах, всегда актуальных, всегда интересных вам. Первое — это деньги. Не мои деньги, потому что мои деньги — это моя забота, это мои проблемы, это моё дело, не ваше, ничего либо другое. Так что для начала раз и навсегда хотела бы сказать, по-моему, я уже говорила так раз и навсегда, но у меня было меньше подписчиков, и до некоторых людей сразу не доходит. Но мои деньги — это мои деньги, ваши деньги — это ваши деньги. Вот как только начала я смотреть YouTube и видела всякие видео про покупки, видео, что в моей сумке, и сумка была какая-нибудь дорогая, я всегда читала комментарии, что, о боже мой, эта сумка стоит столько-то, или боже мой, ты потратила столько-то на косметику. И меня всегда расстраивали эти комментарии, хотя они были адресованы не мне, мне всегда просто хотелось этим людям сказать, какое твоё дело, как этот человек распоряжается со своими деньгами. Будь у тебя вот те же деньги, которые он потратил на косметику, ты бы просто потратил их на себя. И почему ты думаешь, что это было бы более умное решение — потратить их на то, что ты хочешь. Поэтому просто перестаньте считать чужие деньги, считать, сколько человек зарабатывает, сколько он тратит. Это касается не только меня, это касается абсолютно всех. Ваших знакомых, людей, которых вы смотрите, певцов, актёров — это просто не ваше дело, это не моё дело. Кто там что, сколько зарабатывает. Поэтому просто сосредоточьтесь на себе. Вопрос, который я получаю очень часто, — это Маше, кем можно пойти работать в 16 лет, до 18-летней периода. Когда мне было 17 лет, я хотела просто посмотреть, каково это работать, каково это иметь свои деньги, пускай небольшие, каково это тратить свои деньги, заработанные собственным трудом. И я начала... Это был 10 класс. Я начала вот как только закончилась моя учёба, пошла в этот же день и начала искать работу. Я решила пойти в какое-нибудь кафе, кофейню, ресторан. Не потому что, как многие это считают, это лёгкий заработок. Это, ребята, не лёгкий заработок. Если вы так считаете, вы будете отвратительным официантом, скорее всего, потому что я таких встречаю каждый день. Люди, которые явно работают просто, чтобы заработать. Просто чтобы работать. Которые вообще не стараются, которые не знают тонкости ресторанного бизнеса, которые не знают политику ресторана своего же. Которые просто явно ненавидят людей, которые идут работать в ресторан. Я просто... Мне интересовал... У меня гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. И поэтому я решила пойти и побыть официанткой. И я вот пошла на Невский, и вот прилегающие улочки, и весь Невский от начала до конца обошла, в каждую кофейню постучалась, везде заходила, где-то даже резюме заполняла, но меня никто не взял. Меня почти взял Баскин Робинс, но они почему-то в первый раз просмотрели, что мне было 17 лет, и были готовы меня взять, но потом, когда увидели, что мне 17, а не 18, они сказали, что Максу меня могут взять уборщицы. В итоге я пошла в Папа Джонс недалеко от дома, и на удивление мне не только взяли, но мне взяли официально, но зарплатой, я вам скажу сейчас, я работала, получается, ну, у меня было какое-то расписание, просто не помню, как это было, 2 через 2 или 5 через 2, но я работала регулярно, почти каждый день там было точно, и в итоге за месяц такой работы я заработала 5000 рублей. Это небольшие деньги, но это был плюс месяц, то есть, если бы я там продолжала работать, каждый месяц это бы, скорее всего, было чуть больше, чуть больше, но в итоге я заработала вот эти 5000 рублей, выбросила, по-моему, 2 или 3 пары обуви, потому что еда въелась, запах въелся, я потом еще руки не могла отмыть, наверное, месяц еще. И вот я там так проработала месяц, и ушла, я работала, кстати, пиццемейкер, мне официанткой, мне казалось, это просто интересно, и плюс пиццемейкеры получали в 2 раза, по-моему, больше, но официанты получали чаевые, так что на деле я не знаю, кто там сколько получал, но это мне не было важно, как я говорю, я пошла туда поработать, а не заработать. И потом я поехала в базу отдыха, в ресторан, это было на границе Выборг и Финляндия, то есть, это было на озере, непосредственно на озере ресторан находился, он был стеклянный, деревянный, и был свежий воздух, и я работала там 2 через 2. Единственное, что было там сложно, но в то же время невероятно интересно, это мой рабочий день составлял плюс-минус 17 часов, то есть, я в 6 утра вставала обычно, и в 2 часа ночи возвращала в свою комнату. И ела я один раз в день, утром завтракала, и в принципе, это было всё. Иногда я могла что-то попробовать, что делали повара, если там они что-то новое делали, или просто для себя. Кациентам были очень строгие требования, и в мой самый первый день, в 2 часа, я слушала от директрисы, слушала лекцию о том, как нужно подавать, как нужно забирать, как нужно обращаться, сколько времени нужно, чтобы принести напитки, сколько времени, чтобы принести меню. То есть, я всё это знаю, и поэтому вот с тех пор я так же строго отношусь ко всем официантам, которых я вижу у себя в городе, в других городах, в других странах. Я ко всем отношусь так же строго, как вот относились тогда ко мне, потому что я знаю, как это должно быть. В общем, пока я не ушла со своими мыслями и примерами в лес, да, пожалуйста, работайте, если это не мешает учёбе. Репетитор, прекрасная, прекрасная работа, вы, во-первых, повышаете свой навык, чему-то новому учитесь, почему бы нет, и учите другого человека. Это может быть, как английский, русский литература, любые предметы, это могут быть танцы, это может быть йога, если вот вы что-то умеете делать, делайте, почему бы не научить это кого-то, этому кого-то, и таким образом просто ещё заработать денег. И это прекрасно, вы сами контролируете своё расписание. Второй вариант. Сфера, вот какой-то начальный этап, стажёр или что-то такое в сфере, которая вам интересна или которая связана с вашим обучением. Например, официант, бармен, хостес, поваров не берут, если вам интересны рестораны, ресторанный бизнес и, возможно, гостиничный. В гостиничном бизнесе тоже есть всякие такие работы, например, я знаю, ночные смены ребята часто берут на ресепшн работать, но тут достаточно сложно попасть. Или вот в типографию. Пиар. Пиар-агентства постоянно набирают себе стажёров, я постоянно вижу, что пиар-агентства, модельные агентства берут себе стажёров, которые там на компьютерах работают. Также, если вы знаете какой-то язык, помимо того, что вы можете быть репетитором, вы также можете быть переводчиком. Например, я в своё время была переводчиком в юридических делах, я переводила юридические документы, договоры. Это, конечно, уже более продвинутый уровень, но так просто разговорные экскурсии проводить, переводить. Это тоже, чем студенты занимаются очень часто. Поэтому также опять в зависимости от вашего знания и любви к делу ищите вот в этой сфере. А так, ну, в принципе, это всё, что мне пока приходит в голову. И это, опять же, те варианты, которые вполне можно совмещать с учёбой. Но, опять же говорю, такие занятия, как официант, бармен и всё, что может предполагать ночную смену, это уже то, что вот по линии идёте, которые разделяют, не мешают учёбе и мешают учёбе. Поэтому нужно просто быть уверенным, что то, чем вы будете заниматься, не будет мешать вашей учёбе, потому что сейчас учёба важнее. Иначе зачем вы пришли в университет, если не учиться и максимально даваться новым знаниям? Вот, это всё, что касается денег. Немного дольше получилось, чем я планировала. Я всё-таки хотела с вами быстро ещё поговорить о второй части. Это уже тоже из разряда о наполевшем, тоже из разряда всегда актуально. Это негативные комментарии. И да, конечно, интернету просто необходимо ещё одно видео о негативных комментариях. Нет. Но я просто хотела иногда не полезно напомнить людям о том, что круто быть милым человеком, добрым человеком. Это правда здорово. И это нелегко. И люди просто забывают то, что быть... Это самый лёгкий путь, который только можно выбрать. Быть человеком, который критикует других людей. Просто это не называется критика. Это называется быть милым. Этим человеком быть очень легко. Сложно быть тем человеком, который, несмотря ни на что, у него есть терпение. И который, наоборот, похвалит другого человека без лицемерия. А именно похвалит за нужное, найдёт красивые черты. Ну, в общем, вы понимаете. Это просто так смешно. Мне бы в жизни в голову не пришло комментировать насчёт... Как-то отрицательно комментировать насчёт внешности другого человека. Публично, вот так вот. В инстаграме, где угодно. Но люди всё равно считают, что это нужно зачем-то. Зачем, я не знаю. Ну, вот зачем комментировать, что у человека там что-то большое, что-то слишком маленькое. Зачем? Всё равно, вот скажем, просто таких людей, как я, это не цепляет. Потому что это не может цеплять. Просто я понимаю, что это всё в глупости. Это идёт от вот таких вот людишек, которые ничего из себя не представляют. Но вы понимаете то, что есть такие люди, которых это как раз-таки цепляет. И которые поверх... Возможно, вы сказали, да, что у него большой нос. А этот человек и так это знает. И этот человек уже 12 лет, поэтому комплексует. И то, что вы ещё раз... Вы просто у кого-то можете просто таким образом заставить кого-то нарастить себе целую гору комплексов. И зачем это делать, я просто не понимаю. Просто помните то, что избирая путь негатива, вот этих негативных комментариев, абсолютно бессмысленных, вы избираете лёгкий путь. А лёгкие пути, они, как известно, ни к чему хорошему, стоящему не приводят. Поэтому просто поддерживайте друг друга. Это так здорово, когда не только девочки... Сейчас это просто популярное сообщение среди поп-культуры, что девочки стоят друг за другом. И это здорово, и это правда замечательно, это прекрасно, это очень красиво. Ну и просто, когда человек поддерживает человека, пускай даже не знаком, ведь столько людей на меня подписалось, а вы меня лично, большинство из вас даже не знаете. И это настолько меня удивляет и настолько радует, что вы всё равно меня поддерживаете и комплименты говорите, или какую-то критику выставляете так, чтобы я, наоборот, становилась лучше, чтобы контент был интереснее, чтобы картинка была красивее. Вот это прекрасно. А весь этот негатив, я просто хотела сказать то, что не удивляйтесь, если вы вдруг когда-нибудь напишите мне, что у меня жирный зад или что-то. Я просто... Я не обижусь. Я просто вас заблокирую. Просто не хочу, чтобы злые люди, которые способны другому человеку написать такую гадость, смотрели мои видео, смотрели мои фотографии. Зачем мне это? Вам определенно не нравится смотреть на меня? Тогда зачем? Зачем? Я просто упрощаю вам жизнь, упрощаю жизнь себе. Ну что, у меня уже весьма внушительная тучка над головой образовалась, поэтому я вся такая желто-зеленая. Но я надеюсь, что, во-первых, рассказала вам что-то, что вы хотели услышать про деньги, какие-то советы, как поступить, если вы в школе, в университете. И также немного просто напомнила вам о том, что здорово быть... О, боже мой! В общем, здорово быть милым и добрым, и поддерживать других людей. Лето, дамы и господа. Август месяц! Ну все, я надеюсь, что понравилось это видео, и увидимся очень скоро. Пока!